Во всех городах и районах в области в минулом году отзначен рост попыту на працонные ресурсы. Найбольшая колька свободных працонных мест в перепрацовочной промысловости, сельской, лесной и рыбной господарках. Зараз по области заявлено маль 8 тысяч вакансий. Про это означали на посажении коллеги комитета по праце занятости социальной обороны Витебска-Габл-Ваконкама. В 2019 году снизилась колькасть зарегистрованных беспрацонных на четверть. Назирается динамичный рост середнемесячной заработной платы. За студень-снежень 2019 года она склала 919 рублём. Особливую увагу на посажении коллеги надали пытанием по выплате заработной платы у бюджетных организациях. Нагадаем, что спешего студене у них наличивают зарплату и вылечивают стаж по-новому. Обращения граждан, которые говорят, что у них уменьшилась заработная плата в январе по отношению к декабрю, они не связаны с переходом на новую систему оплаты труда. Это традиционное сезонное снижение января к декабрю, когда мы видим, что в декабре выплачивается работникам различные премии за счёт экономии, которая сформировалась в течение года. Январь месяц – это первый месяц года, и, соответственно, возможности такой и за счёт небюджетных источников, и за счёт экономии полусмете, за счёт бюджетных средств. Её в январе практически нет. Зарплаты бюджетников в январе по отношению к декабрю около 12% ниже были всегда, из года в год. Поэтому вот эти вот снижения традиционные, они никаким образом не связаны с переходом на новую систему оплаты труда. И вот этот мониторинг, который мы проводим, он подтверждает эти факты. Действенность органов державного кирования у СИХУЗРОНЮ в 2020 году повинна быть максимально сконцентрованная на реализации мер, накерованных на повышение оплаты працы работников, занятых як у сферы реального сектора экономики, так и бюджетной, означали на коллегии. Необходно забеспечить постоянный контроль за выконанием державных гаранты о оплате працы и своечасовой выплатой заработной платы.